всем привет дорогие друзья привет пола не наступил вечер конец октября вечером уже немного прохладненько но днем еще тепло на солнце даже очень жарко мы отправляемся в центр алании покажем вам что происходит ночью если вообще народ чем он чем он здесь занимается и также сегодня у нас состоится встреча с одним из подписчиков нашего канала мы приглашаем вас вместе с нами поехали а пока едем по городу я кстати заметила что очень многие еще даже сейчас уже вечером ходят в шортиках футболочках но я думаю что это скорее всего туристы потому что мы уже в кофтах и в куртках нам уже холодно как дела друзья посмотрите народ еще в футболках и в шортиках обалдеть неужели мы такие мерзлюки нам холодно реально мы приехали на Клеопатру к канатной дороге здесь встречаемся с нашим подписчиком Эльдаром и пойдем в кафешку поэтому все что здесь происходит вы можете увидеть сейчас туристы гуляют продаются и что что это было друзья мы наконец-то встретились с Эльдаром откуда вы? Айдар Айдар почему я все время Айдар Айдар более распространенное имя Айдар вот был Анкадий Гайдар писатель можно где выбирать всем привет из города Уфы из города Уфы всем Россия, СНГ, Украина и все страны кто понимает кто ездит в Ваваню кто хочет ну смотрите тоже футболочки в шортиках не то что мы уже в куртках но нам на лопеде холодно два дня назад конечно было ямур варды да очень сильный дождь нам привезли подарок кайхан раскрывай спасибо наша национальная гордость башкирский мед башкирский мед башкирский мед Уфы считается лучший мед если я не боюсь похвастаться в мире вообще спасибо большое дунеда дунеда а вы этот мед у вас пасека там есть или нет у меня просто у нас продают их в подарочных упаковках и у меня у товарища у меня вся семья делает как бы мед я знаю что этот мед хороший проверенный но Айхан любит Айхан спасибо большое уже дошли до кафе где мы будем проводить наш вечер мило общаться интересно пришел брат Айхана и мы пришли в традиционный турецкий дом где и располагается кафе сначала думали идти в Робертс кофе или в Старбакс но решили этого не делать потому что не так часто мы ходим в такие аутентичные места находится на улице Дамлаташ между Красной башней и в общем на улице Дамлаташ недалеко от если идти по прямой до Красной башни от канатной дороги слушай друзья я стала забывать русский язык только что пока шли по дороге рассказывала Айдару о том что канал то друзья я завела по какой причине по той причине чтобы не забыть русский язык и хотя бы разговаривать на русском языке когда я снимаю видео ну более или менее это у меня получается то есть когда долго не разговариваешь на каком-то из языков например в моем случае это русский язык то я начинаю забывать забывать начинаю забывать язык и в общем когда приходится общаться с людьми на русском на каких-то встречах я не могла раньше просто два слова связать потому что язык был у меня неактивным но вот теперь благодаря ютюбу я так или иначе каждый день стараюсь снимать что-то и практиковать свой русский язык ну а сейчас давайте я вам покажу как же выглядит кафе изнутри очень очень красивое место вот так вот кафе выглядит снаружи видите на входе прям висит стоят вот такие вот красивые старые старинные обогреватели висят лампы предметы обихода и кафе выглядит вот так достаточно современное но в то же время традиционное здесь вот можно увидеть турецкую керамику вот такие вот красивые лампы в общем очень очень красивое место можно и покушать здесь и попить турецкий кофе и просто посидеть пообедать пообщаться с друзьями очень удобное здесь кресло но я не знаю разрешат ли мне зайти внутрь давайте я вам покажу как выглядит дом снаружи потому что потому что не очень хорошо видно сейчас все закрыто уже от дождя пленкой поэтому дом не видно я думаю что отсюда дом более или менее можно увидеть я надеюсь что мне разрешат еще сходить наверх ну а вот так вот выглядит этот дом он отреставрирован видите в таких вот катках огромные в огромных катках пальмы ну давайте пройдем вовнутрь и на улице уже практически никого нет народ в кафешках вечером пьет горячий чай кофе а сейчас посмотрим как наши здесь устроились привет 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 добрый вечер в общем все немножко замороженные сейчас мы пьем кофе и будет все окей ну что друзья нам разрешили точнее не разрешили любой может зайти в этот старинный дом посмотрите какие красивые двери а знаете как они скрипят ну правда не скрипят эти вы их покрасили ну прям просто невероятное ощущение открывать эти двери я думаю что во многих моих видео вы уже видели как выглядит традиционный турецкий дом здесь пока открыт только первый этаж второй этаж находится на реставрации там будут потом зимой поставят там столики и так далее ну а первый этаж выглядит вот так вот видите то что смогли отреставрировать этот дверь выходит во двор и здесь есть вот такие вот тоже старинные двери я думаю что остались они еще с тех времен но были наверное покрашены много раз кому-нибудь эта розетка напоминает наши советские розетки в общем в общем друзья вот так вот здесь красиво поэтому когда вы бываете в Алане обязательно обязательно посетите один из таких домов либо в кафе либо который является кафе или отелем или дом-музей например это тюрка очень хороший пример традиционного турецкого дома в отличном состоянии отреставрированный посмотрите какое миленькое окошечко наверху ну а да делать в этом доме больше нечего потому что все закрыто давайте пойдем будем уже пить чай мы вернулись обратно откуда пошли немножко да прогулялись по домлаташу посидели в кафешке такой аутентичной кстати с атмосферным традиционный турецкий дом кстати в Алане кто не был обязательно посетите такой дом один из них я уже говорила раньше музей дом музея татюрка вы не ходили? не путайте с дом музей в Ленин дом музея татюрка да вы не ходили туда? да вот здесь в центре бесплатный ход работает каждый день Могу Сургускина вот здесь рядом а у меня же супы там да сходите сходите вот когда приезжайте в Аланию сходите либо в кафе либо в отель такой но дом музея татюрка самый хорошо сохранив точнее отреставрированный самый интересный дом в Алании ну что как потратить время на культурные места не только там магазины шокинг а кстати если смотреть по видео на канале очень много просмотров видео прошу прошу ну просто просто где я захожу в магазин снимаю цены и говорю что здесь обычные ну может у кого-то нет одежды почему так да там просто просмотры зашкаливают но это кстати мое самое нелюбимое занятие снимать ходить шмот в общем ходить вот и дальше главное приезжать в Аланье где вы были расскажите что кстати первое самое первое что спрашивают это как погода теплое ли море и стоит ли ехать в Аланье в октябре море теплое погода теплое просто в конце октября в принципе могут быть дожди но как мне объяснили дожди они приходят и уходят они погода вообще в Аланье меняется очень быстро вот только вроде бы прокапал дождь и уже солнце и сегодня снова загорает но когда мы приехали первый день был страшный ливень да там просто был шторм да 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 тем не менее некоторые наши соотечественники из России из Беларуси они купались шторм рискнули рискнули ну на следующий день два дня уже буквально ну погода теплая народ на пляже есть? на пляже полно обычно если ближе к Даманаташу на Клеопатрии то есть там практически лето но море еще немножко волнуется но люди тем не менее все равно купаются вот и я думаю я смотрю тёплая вода вода теплая вода теплее ну чем в начале мая реально тёплая вода то есть вполне отдых замечательный летний то есть в октябре можно приезжать да? я например в октябре уже далеко не первый раз я отдыхаю в конце октября в ноябре конечно я еще не буду сегодня ноябре жал ноябре ну да кстати уже наябре то есть единство что вечером ну как и видите я вот легкий свитер мне даже жарко у него вполне да и вечером вполне тепло да поэтому друзья не смотрите на нас мы ездим на мопеде поэтому мы упакованы и в свитера и в куртке а если просто прогуливаться очень а я пошел в далекий путь на всякий случай взял да 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 очень комфортно где были в этот раз в этот раз я настолько устал так что я пока отсыпаюсь но я планирую вы на сколько приехали? ну на 7 с половиной дней где-то на 7 с половиной дней во-первых мне нравится сама ланья такое место и просто походить по улицам а там уже я посмотрю я обычно поднимаюсь на крепость а ну естественно я а да поедете еще мы находимся возле периферита буквально за несколько месяцев есть такое сооружение да на пляже Клеопатра возле с пляжа Клеопатра отходит канатная дорога на крепость как уже ну вы видели на канале Анастасии естественно я испытаю это прокачусь завтра да я завтра собираюсь погулять там красиво конечно а дальше посмотрим сходим до музея Татюрка ну просто погуляя по улице Маланьи посмотрю да до музея Татюрка если пойдете вы были на параллельных улицах за за вот Ататюрка улица дальше идет еще одна я был где-то я не помню точно название ну вот если пойдете до музея Татюрка увидите прямо все что там есть самое интересное два дня насыщенных я буду как бы ходить бродить по городу посмотрю различные места отъеду в сторону обы из турецкой еды что вам нравится больше что пробовали мне нравится гезлюме пиде лохмаджу нравится в принципе еда турецкая очень вкусная самый главный недостаток что ее можно очень много съесть и привезти ее лишних килограммов на силу потом сбрасывать да точно поосторожность турецкой еды ну вообще вы рекомендуете ехать в октябре естественно в октябре обычно в конце сезона цены во первых на путевки могут быть дешевле а это тоже кстати все остальное что продается здесь в Турции дешевле вы можете получить скидки большие в сезоне обычно кроме того что вы получите большие скидки на саму путевку на то что вы будете покупать внутри Турции вы просто продлите лето еще там у вас лето будет если не стреляют в Турции как лакушки это это не стрельба то есть у вас октябрь будет летний месяц эвет 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 а кстати вы же еще хорошо говорите по турецки расскажите хорошо я немножко говорю по турецки берас Турции поможете правильно да да все правильно учил самостоятельно по интернету потом ходил на курсы в полтора месяца так что зимой учите турецкий язык а летом он у вас или октябре пригодится тогда берас узче конушабили конуш айхан у нас по-русски говорит да привет когда всем хорошее имя да вот такой вот у нас такая у нас получилась встреча не очень длинная но приятная спасибо спасибо что спасибо мы всегда рады встречаться с подписчиками особенно которые приезжают часто в турцию которые что-то знают спасибо вот поэтому друзья подписывайтесь на канал ставьте пальчики вверх пишите ваши комментарии вопросы в общем на что сможем ответим ну а на сегодня на сегодня на сегодня всем всего хорошего пока 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 добро пожаловать в лагерь добро пожаловать в лагерь по погода не и в так я это не 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 Субтитры подогнал «Симон»